Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но давайте сначала посмотрим, так ли это на самом деле Помните тот раз, а может быть у вас это было несколько раз, когда вы забыли подумать и сделали что-то настолько глупое, что никак объяснить это невозможно Существует такая премия Дарвина, которая людей, совершивших подобное чудо бессмысленного и глупого действия, награждает Обычно посмертно, за то, что своей глупостью они очистили генофон человечества от своих плохих генов Таких примеров довольно много Самый красивый, самый интересный, который мне понравился Это веретелин Женщина, которая в 49 лет забыла, как дышать Или точнее забыла, что нужно дышать А может быть, наоборот, она подумала, что дышать достаточно, но не нужно ни есть, ни пить В общем, знаем мы только одно, что после того, как она поверила в секту питателей солнцем И 21 день попробовала ничего не есть и обходиться только солнечным светом, она умерла Возникает вопрос, как взрослый человек, разумный, может даже на 20, на 19, на 21 день не понять, что что-то здесь происходит не так Наверное, дело здесь именно в том, что неумение мыслить, неумение вызвать в себе какой-то мыслительный процесс, самокритику, критику по отношению к тому, что мы слышим Приводит иногда к совершенно потрясающим, смешным со стороны и трагическим для самого человека последствиям Вот мне хотелось бы сделать так, чтобы те люди, которые живут на этой планете, с которыми мне приходится пересекаться, не были такими Чтобы они могли думать и более того, чтобы они могли делать фантастические по своей сложности вещи Ведь дело в том, что сегодня мы очень много знаем о том, как устроен наш мир И если правильно понять, как он устроен, то мы можем вмешаться в ход истории, мы можем изменить течение нашей жизни с помощью каких-то небольших воздействий Если вы хотите заниматься физкультурой и всего лишь вечером положили спортивную форму так, чтобы это было первое, что вы увидите, когда проснетесь Вам будет чуть-чуть проще вести правильный образ жизни Если придя в магазин, вы не купите кондитерские изделия, то, находясь дома, вам будет чуть-чуть проще их не съесть С помощью таких управляющих воздействий мы можем сделать очень многое Можем изменить себя, свои организации, свою страну и всю планету целиком Вопрос, как этому научиться Если набрать в интернет слово «мыслитель», то первое, что мы найдем, это скульптуру Родена Второе, мы найдем в некоторых словарях, упоминается, что есть такое существительное И что человек, способный глубоко и плодотворно мыслить, называется «мыслитель» Слово «думатель» употребляется только в ироническом контексте, на практике не используется Так вот вопрос, если мыслитель — это человек, который способен глубоко и плодотворно думать И это не все люди, а только какие-то, то что можно сказать про всех остальных? Получается, что они не способны глубоко думать, не способны плодотворно думать Что же происходит у них в голове и почему происходит так? Одна из самых больших проблем — это наши когнитивные ограничения Некоторые из них встроены Будучи биологическими существами, у нас есть некоторые недостатки Мы обладаем очень слабой памятью, слабой концентрацией внимания Не можем удержать много объектов в голове Путаем похожие картинки Иногда думаем, что Луна очень большая, потому что находится у горизонта Иногда думаем, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что видно же, что оно на востоке взошло и на западе село И не случайно около 30% людей в развитых странах, в том числе в России, действительно считают, что Солнце вращается вокруг Земли Они не знакомы с идеей о том, что Земля вращается вокруг Солнца, либо ее отвергли Так вот, кроме таких когнитивных искажений, у нас еще есть самое серьезное Это неумение использовать данные на мозг, данные на разум для того, чтобы корректировать вот эти когнитивные искажения Если первую часть мы не можем исправить, не поменяв человеку мозг, не заменив его на компьютер, на что-то еще То со второй проблемой, в принципе, справиться можем Как же выглядит успех, когда человек действительно осваивает свой мозг как эффективный инструмент И может научиться чему угодно, может получить любую информацию и ее понять Приведу просто один пример Один из моих героев от науки, лично для меня, это Эрик Дрекслер Человек, который для себя выработал определенную философию и методику, как узнать обо всем, как понять все И обладая очень широкими знаниями, в 1985 году, собственно, по сути, сам по себе породил целое направление нанотехнологий Придумав возможность собирать устройства из отдельных атомов И вот уже более 20 лет мы наблюдаем последствия его хорошей идеи Вопрос, может ли каждый из нас научиться действовать так, есть ли какие-то методы мышления Самые первые методы появились, как известно, в Древней Греции, когда Аристотель предложил логические правила Прошло какое-то время, его последователи в средние века поняли, что кроме логики есть еще логические ошибки Но инструменты были не очень мощные и не очень сильные Поэтому до 17-18 века люди очень часто думали совершенно неправильные мысли Например, они думали, что владеть рабами хорошо, они думали, что женщины это не люди И у них было огромное количество вот таких ошибок, которые сегодня нам кажутся очень странными Как вообще можно было так думать? Как можно было думать, что... и так далее В 20 веке произошел очень интересный факт, очень интересное событие В 1960-х годах Дуглас Энгельбарт, американский ученый-инженер, захотел решить все глобальные проблемы человечества Ему показалось, что для этого уже наступило время, появилось ядерное оружие, мы вышли в космос И те проблемы, которые раньше касались только небольшого количества людей, теперь касались всей планеты И нужно было что-то поменять в том, как мы взаимодействуем друг с другом И для того, чтобы мы смогли решить эти сложные проблемы, он придумал компьютеры Все компьютеры, которые мы используем с вами, и большая часть технологий, которые лежат в их основе Мышь, клавиатура, видеосвязь, интернет-карты, текстовые редакторы Это было придумано в лаборатории Дугласа Энгельбарта И в 1968 году он сделал первую демонстрацию, показал, как это должно работать Мы видим фотографию 1968 года, когда он такой компьютер создал Но создал он не для того, чтобы у нас была IT-индустрия А создал он это для того, чтобы усилить человеческий интеллект Об этом опубликован целый ряд его работ Он считал, что компьютер должен работать вместе с человеком, помогая ему правильно мыслить Помогая ему справляться с логическими противоречиями, с обработкой информации Делает то, что наш маленький биологический слабый мозг Находящийся под воздействием эмоций, под воздействием нашего физического состояния С чем он справляться не может Так вот, насколько мы продвинулись за последние 50 лет Мы узнали очень большое количество правил, которые управляют этим миром Социальная психология объяснила нам многое о взаимодействии людей Другие социальные науки объяснили, как развивается общество Как развивается экономика Как развивается в конце концов научно-технический прогресс и сама по себе наука Если мы эти правила знаем и можем использовать, то мы можем менять мир Но для этого нужна, естественно, активная роль человека Он должен не только думать, но и делать Во второй половине 20 века было несколько попыток придумать универсальную концепцию знания Универсальный инструментарий, который позволил бы любые методы описывать и передавать другим людям То есть учить любого человека любым навыкам Первая такая попытка — это было нейролингвистическое программирование в Соединенных Штатах Вторая попытка возникла в Советском Союзе и потом развивалась в России — это методология К сожалению, обе эти попытки оказались недостаточно успешными И сегодня мы мало что из их наработок используем, мало на что надеемся Мне захотелось когда-то сделать следующую попытку, об этом я сейчас скажу Я, задумавшись о проблеме просвещения 2.0, понял для себя следующее Просвещение первое, которое возникло в Европе, это была передача распространения знаний и культуры То есть образования и воспитания В современном мире знания доступны кому угодно Любой человек через интернет, через книги может получить любые знания, которые он хочет Вопрос не в этом, вопрос в том, может ли он получить навыки, в том числе навыки мышления И тогда просвещение 2.0 — это должна быть передача методик, навыков, методологий То есть по сути некий тренинг или коучинг, интеллектуальный и практический Несколько слов о том, как я научился думать и чем мне для этого пришлось пожертвовать Ну, во-первых, почему я этим занялся Будучи трансгуманистом, я понимаю, что в 21 веке человечество породит постчеловечество Создав искусственный разум, научившись моделировать человеческий мозг, над чем уже сейчас идет работа Освоив нанотехнологии И для того, чтобы выиграть конкуренцию с машинами, с роботами, нужно обоградить свой собственный мозг Иначе человек просто будет не нужен Пять лет назад я начал заниматься проблемой усиления интеллекта Выступал с докладами об этом И потом понял, что я должен сам для себя это начать внедрять Потому что никто другой не решит мои проблемы, ни НЛПшники, ни методологи Я начал заниматься сбором методов Перечитав большое количество литературы, статей, книжек Про отдельные методики, про общие психологические подходы Такие, как позитивная психология, скажем Я понял, что есть огромные возможности для усиления человеческого разума И это методы такие, как фармпрепараты Это различные импланты и возможность стимулировать человеческий мозг сейчас магнитным полем или электрическим током Что является одним из самых безопасных и эффективных методов улучшения работы мозга Это различные методики, которые позволяют нам думать, может быть, не быстрее, но более эффективно И вот все это мне захотелось собрать и превратить в некий интеллектуальный тренинговый центр Который позволит человеку сделать некоторый апгрейд своего мозга То, что я начал делать и то, что, я надеюсь, реализуется уже, может быть, через полгода По крайней мере, в сентябре мы надеемся начать читать курсы на эту тему на физтехе Этой весной вести первые тренинги в Москве Это, во-первых, взять лучшие западные методики, о которых большая часть людей просто даже не знает Те, которые опираются на десятки лет психологических исследований И которые могут быть просто переданы другим людям Это возродить такие российские методики, как ТРИС, которые очень мало востребованы сегодня И многое другое Очень важно, конечно, чтобы эти методики были научно проверены И мы не доносили до людей какие-то абстрактные идеи самосовершенствования А доносили только те вещи, которые точно работают Что можно будет сделать с помощью этого? Несколько вещей Прежде всего, можно будет решить сложные социальные проблемы Это схема, разработанная Робертом Хорном, американским специалистом по визуальному языку И консультанта для кучи международных американских организаций по решению сложных проблем Таких, как, например, американская психиатрия Это сложное социальное явление, которое связано и с алкоголем, и с криминалом, и с экономикой, и с лекарствами И все это вместе решить очень сложно Поэтому, собственно, есть в мире такие проблемы, как неразвитое образование, как бедность, как распространение ядерного оружия Чтобы справиться вот с такой проблемой Каждый из блоков — это работа целого института Это тысячи людей, это тысячи человеческих жизней Вот для этого нужны специальные методы Я, придя сегодня в библиотеку, хочу сказать, что библиотеки, возможно, этого не осознают Но они сейчас являются спящим, может быть, полупарализованным гигантом Который может проснуться в 21 веке и оказаться самым сильным, самым важным, самым могущественным социальным институтом Я позволю себе сказать несколько слов о том, почему это может быть так Сейчас всем понятно, что хранить книжки — это уже не актуально, и делать это не нужно Первые шаги, которые делают библиотеки — это развитие среды, то есть предоставление места, недвижимости, которые у них есть Для того, чтобы люди могли там встречаться Но библиотекари могут сделать гораздо больше Во-первых, библиотекари — это одна из немногих, может быть, каст, может быть, социальных сетей общемировых Которая объединяет сотни тысяч, может быть, миллионы человек И все эти люди разделяют некоторые общие ценности У этих людей есть определенные навыки в области управления знаниями То есть в области применения того, что человечество наработало для решения конкретных проблем И не исключено, что именно библиотеки, осознав вот эту вот свою миссию Изменить и перестроить мир, приняв на себя, может быть, какие-то новые титулы Может быть, новую одежду, униформу, манеру поведения Начнут не просто нести свет знаний Эта задача уже решена Люди уже получили интернет, где есть практически все знания, которые могут понадобиться Но начнут эти знания применять и помогать применять То есть в библиотеках начнут появляться бизнес-инкубаторы Может быть, хакер-спейсы, может быть, технологические лаборатории И библиотекари будут направлять читателей и уже деятелей, делателей на решение различных проблем Это может позволить создать новую планетарную систему управления нашим человечеством То есть то самое мировое правительство, о котором говорят, может прийти не от правительств, не от бизнеса А от кураторов человеческого знания, от библиотекарей И последнее, что я скажу, это почему я ставлю такие задачи И почему мне кажется, что все библиотекари мира должны со мной согласиться, осознать это и присоединиться Потому что если мы хотим не остаться на обочине эволюции, а сохранить свою личность, продолжить свое развитие и стать пост людьми Для этого мы должны усилить наш интеллект и научиться управлять нашим миром И тогда мы можем действительно оказаться в светлом завтра, где все проблемы, которые есть, будут решены И человечество будет вести достойное, счастливое существование Спасибо Спасибо